Воздух Год за годом видеться мне Это жизнь, это смерть и это любовь Только лишь круги на воде На темной воде я смотрю и вижу вновь Шаги в пустоте, круги на воде Можешь осмотреться вокруг Видеть вверх, видеть вниз и по сторонам Но где твои родные, мой друг? Пустого круга Все ушли, остались Шаги в пустоте, круги на воде Закатай меня в асфальт своей любви Где догорают огни и осыпается небом Пронеси меня стрелой сквозь длинный серый строй Души спепелена с тобой, туда-то я еще не был Души спепелена с тобой Музыка 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 Здравствуй, голос, я хлопша в грубе Этот берег, это гарь и это печаль Куда бежать, ты молчи, снова молчи Видишь, как уходят вдаль шаги в пустоте Круги на воде, круги на воде Круги на воде Таких пустоте Круги на воде 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Машина времени на нашем радио. Ну, во-первых, большое спасибо вам за замечательный альбом. Действительно, получил удовольствие. Два дня я его слушал и перед программой. Уверен, буду слушать его и много дольше. Если мне эту пластинку не похитят, не заберут. Он настолько хорош, и на нем настолько много таких песен, вот как вот это, Пафсон, что он выглядит, как будто он последний такой. Ну, не пугайте. Вы пришли к какому-то замечательному аналоговому звучанию, которое наполнено звучанием у тех самых старых рок-гитар, дыханием инструментов. Почему вы решили звучать как старая группа? Ну, не знаю, меня это всегда тянуло, потому что, вообще говоря, я не ретроград, но мне кажется, что духовный пик вот этой музыки, это все-таки конец 60-х и начало 70-х. Потом было много, так сказать, индустриализации всего этого дела. Но вот мне то время очень ценно своим настроением. И вообще я считаю, что, скажем, магия Битлз во многом вот не расшифрована в самом звуке. Вот если гитару Реккенбекер правильную старую включить в старый усилитель вокс АЦ-30 и провести по струнам, то часть этой магии сохранится и будет передана. Вот как жаль, что... А, у Евгения есть микрофон. Евгений, а вы солидарны с этим? Потому что вот на разных альбомах все время видно, что у вас немножко разные отношения к музыке. Вот согласны ли вы с Реккенбекерами Битлз или, например, для вас правильное звучание, это Роберт Джонсон со своей акустической гитарой. Вы продемонстрировали на этом альбоме в одной из песен, в общем, похожие. Ну, это продемонстрировал не я, а Мишка Клягин, который помогал мне в записи этого произведения. А на самом-то деле мне по большому счету пофигу абсолютно, какие гитары. Главное, чтобы они были хорошие. И правильные усилители. А правильные гитары – это старые гитары. И правильные усилители – это старые усилители. А музыку мы играем хорошую. Это интересно, это отношение к музыке, оно зависит именно от музыки или от того, насколько вы были открыты там вот в 70-х, 80-х к приятию музыки? Да бог его знает. Ты знаешь, мы когда садимся что-то делать, мы накидываем в кучу идей и потом начинаем от них избавляться. И вот то, что получается, это получается именно то, что удовлетворяет нас. И я думаю, что как бы принадлежит какому-то вкусу, какой-то истории. Черт его знает. О чем это? Сейчас не очень получилось. Вот записав этот альбом, испытываете ли вы какой-то подъем внутри группы? Зазвучали ли по-другому концерты? Стали ли вас вставлять больше в собственные концерты? Ну, во всяком случае, произошла удивительная вещь. Мы бросились сразу играть новые песни, а на концерте в большом количестве почти весь альбом. Я знаю, что вот сегодня так делать не следует, потому что народ приходит на концерты с чем-то знакомым, чтобы можно было подпеть, там, потащиться сразу. Тем не менее, все это было принято вот сразу, так, как будто они их давно слышали. Хотя я уверен, что на тот момент не слышали еще. Может быть, им нравится еще и ощущение какое-то, а не только песни? Бог его знает, но так вот удачи не бывало. Обычно, когда много вываливаешь нового материала, там, к третьей песне начинает народ уставать уже. Уже что-то так его придавило, уже поворот давай, как-то вот такое все. Александр, вот вы занимались сведением этого альбома. Насколько было сложно работать с таким звучанием, потому что старые инструменты, это, конечно, здорово, но значительно проще работать, мне кажется, в современных студиях со современными какими-то звукозапивающими технологиями, сэмплерами, ну и так далее. Дело в том, что вообще этот альбом был записан по самой современной технологии, то есть аналоговой записи не использовалось вообще, и вся вот та теплота и естественность звучания аналогового, это дело рук уже, так сказать, студийных работников, и в том числе и моих. Я просидел на студии больше месяца. Уже после того, как весь материал был записан, и вот я занимался не только сведением, но и в первую очередь нахождением вот этого звука. А потом практически отмастерил весь альбом сам, вручную. А музыканты появлялись в это время в студии? Обязательно. Обязательно. И поначалу это было не очень удобно для меня, потому что они приходили не вместе, а приходил каждый в отдельности. Приходил, садился, слушал, говорит, нет, все не так. Надо сделать так, так, так и так. Я говорю, так, да. Все, я оставляю. Через час приезжает следующий, говорит, нет, вообще все не так. Надо сделать вот так, так, так и так. Но в итоге, конечно, мы нашли компромисс, и по-моему, получилась очень хорошая работа. Поэтому у нас пять ремиксов на каждую песню. Ну, да, ну, во всяком случае, большую часть песен приходилось, ну, минимум, трижды пересводить. Кто из музыкантов, вот с вашей точки зрения, я имею в виду, как сам продюсер группы, самый нудный вот в работе в студии? У нас нет нудных. Есть, есть, сам Сашка Кутиков. Нет, ну, когда, скажем, я занимаюсь продюсированием, сам занимаюсь, то, конечно, я кровь выпью всю. Ну, как правило, ну, вот вам повезло все-таки в группе, вот именно вам, потому что, как правило, и саунд-продюсер выпивает кровь, потому что там один недоволен другой, а у вас все наоборот. Очень хороший альбом, единственное, что... Почему вы выбрали вот такой механизм нахождения названия альбома? Вот для меня это было немного странно. Это приблизительно как, ну, не знаю, там, выносить ребенка, родить его, а потом дальше выйти во двор и сказать, ну, так, короче, соседи, теперь его называйте сами, как хотите, потому что, ну, я свое дело сделал. С ребенком всегда было проще. Открывали святки и смотрели, какое имя рядышком, то и давалось, потому что это все не зря. С альбомом гораздо сложнее, никаких святок нет. И, не знаю, мы всегда мучились, придумывая названия очень долго. Кстати, и к песням, и к альбому. А тут, во-первых, мне показалось, что людям будет интересно в этом поучаствовать. Мы вроде их как увлекаем в свой процесс, и потом, ну, неизбежно что-то хорошее кто-нибудь да посоветует. Так и вышло. Огромное было количество писем, предложений. Извините, я поясню для радиослушателей. Дело в том, что группа «Машина времени» объявила конкурс на написание названия к альбому. И в конечном итоге пришло несколько тысяч писем, и было выбрано из писем одной из читательниц название. Да, одно было замечательно. Любимое, скажи мое название, Андрюша. Твое название? Любимое, любимое мое название. А, ну, там были еще варианты. Кроме машинально. Да, был, например, вариант. Пуленепробиваемый пластмасс. Вот это мой любимый. Это такое, из Азербайджана пришло письмо. Мы подумали, что все-таки слишком смело это будет. А тут вот, видишь, девушка Элина Соколова, ее осенило. За что ей спасибо большое. Название несет в себе какое-то такое, как будто очень такой нейтральный подход к своему альбому. Как-то так машинально написали. Слово машинально имеет другое значение. Если принять его как производное от машины времени, то машинально это нечто, сделанное в стилистике этой команды. Ну, это ваше прочтение. Я его читал в пресс-релизе. У меня оно вызывает совершенно другие ассоциации. Машинально все равно. У меня это слово машинально. Сегодня у нас в гостях группа «Машин и время». Мы продолжаем знакомиться с песнями с нового альбома, который называется «Машинально». А песенка будет называться «Кто из них я?» Один решил, что лучше быть первым. Другой решил, что будет вторым. Еще один берет свои нервы. И не пошел ни с тем, ни с другим. Один решил, что лучше быть честным. Другой решил, что проще украсть. А дети знали время и место, Куда все это может упасть. And round and round and up and down we go, go again. Один решил, что лучше быть вместе. Другой решил, что в кайф одному. Еще один взорвался к невесте, Но попадал все время в тюрьму. Один пошел за правдой у Богу, Другой решил, что и так хорошо. А третий шел такой дорогой, Что Бог искал его, но не нашел. And round and round and up and down we go, go again. Их все пока еще носит земля, И я уже не знаю, кто этих я. И я уже не знаю, кто этих я. И я уже не знаю, кто этих я. Один решил, что лучше быть первым, Другой решил, что будет старым. Один решил, что лучше быть первым, Другой решил, что будет старым. Повтор программы «Машина времени» на нашем радио. Здорово, что сейчас прозвучала именно эта композиция. Я все думал, как же интересно перейти к такому вопросу, Как написание текстов одним человеком, А исполнение другим человеком. И вот как-то вы органично подошли. Насколько я понимаю, поет эту песню Евгений, И написал мелодию Евгений, А вот уже текст написали вы. Да, Андрей? Верно. Насколько отличаются тексты, которые вы пишете для Евгения, Допустим, от тех текстов, которые пишете себе? Я боюсь, что это со стороны виднее, чем мне. Потому что я могу интуитивно какие-то делать вещи, Которые, скажем, к Женьке больше подходят. Я даже об этом не думаю. Это процесс абсолютно бессознательный. Я могу ответить. Да. На самом-то деле, что когда есть какая-то у меня готовая мелодика, У меня в башке всегда есть замысел. История какая-то. История песни. И конкретно вот в этом случае у меня была фраза, Кусок из Твисты Гейна, куда я хотел ее пристроить. Я ее пристроил. А историю про двойников Андрюшка написал немножко другое. Другой текст, но в принципе о том, что мне хотелось услышать. Поэтому, мне кажется, все получилось. А это на самом деле самое главное. Потому что вот если ты знаешь про что, То можно сесть и сделать. Вот пока непонятно про что. Можно ходить там год, и ничего не получится хорошего. А мне кажется, здесь еще другая есть сторона медали. Как будто вы начинаете смотреть на мир глазами другого человека. Потому что... Или, может быть, Евгений так исполняет все, Что любой текст... Вот, скорее всего. Как исполнил, вот он исполнит, и уже какая-то такая пошла. Вроде как бы и его, да. Скорее всего так это... Нет, нет, вы меня не примазывайте. Чем люди становятся взрослее, тем легче играть в одной группе, или тем сложней? Да вроде не легче, не сложней. По-моему, это к возрасту не имеет отношения. Для меня этот вопрос был очень органичен, в том смысле, что мне казалось, что когда вы работаете совместно над песнями, вы отлично понимаете внутреннее состояние человека и его отношение к миру. Но когда ты понимаешь, с одной стороны, это может немного раздражать, а с другой стороны, наоборот, может радовать. И вот мне это интересно. Чем дальше, тем легче? Мне кажется, мы так глубоко не копаем, на самом деле, когда мы что-то делаем. Мы просто на уровне вот какой-то данной песни ощущаем то, что происходит. И никаких аллюзий, в общем, не ищем. По-моему, так. Наверное. Есть один принцип у нас. Нравится, не нравится. Вот и все. Хорошо. В подвале делаем, пробуем варианты. Нравится, нравится. Или наоборот. Нравится, не нравится. И все, и все остановились, никто ничего не делает. Почему? В другой коллектив относимся. Андрюшки туда. А что не берут никуда, то на фабрику звезд, конечно. Так, ну вот, действительно. Мы добрые ребята. То, что в группе так много авторов, это упрощает задачу или усложняет? Это упрощает, конечно. Упрощает, мы же только что об этом говорили. Александр, а вам, как человек, который отвечает за единую звуковую концепцию группы, вот я уверен, что, хотя, может, я ошибаюсь, что вам, как саунд-продюсеру, наверное, нравится создавать альбомы, которые, ну, в одной музыкальной концепции. Знаете, вот такой цельный альбом. Когда три-четыре автора, это уже, мне кажется, совершенно невозможно. Я не знаю, я привык к тому, что хорошие альбомы, во всяком случае старые альбомы, если брать не машину времени, а вообще музыку, они, как правило, состоят из песен разных. У Бизлесс на любом альбоме, все песни, как совершенно отдельные картинки, произведения. То же самое у Роллинг Стоунс, то же самое было у большинства. А у Пинфоид и Лед Зепплин все наоборот. Нет, у Лед Зепплин тоже. Просто подход... Первые три пластинки настолько разнообразные. Да, исполнительский подход был, так сказать, понятно, такой достаточно своеобразный, оригинальный, похожий, может быть. Но, в общем, для меня, чем песни друг от друга отличаются, чем больше они отличаются, тем интереснее работать над альбомом. Я не люблю, когда все песни стилистически похожи одна на другую. Но здесь удалось сделать абсолютное разнообразие, и оно очень органичное. Главное, чтобы общее звучание объединяло все эти песни. Хорошо, давайте перейдем от слов к музыке. А что мы играем? А мы играем песенку... Мы думали, получится шуточное, получилось неожиданно социальное произведение. Это про что? Песня называется «По барабану». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По барабану играют день и ночь до утра По барабану такая жестокая игра Не по карману, багам и пеймв и хай-фай Но это по барабану, не унывай, давай наливай Маги-шаманы из южных малоразвитых стран С пьяном турмана придумали большой барабан Не перестану и петь осану ночью и днем Все в мире по барабану, гори оно зеленым огнем Если завтра погаснет небесный свет То никаких причин для паники нет И мы сидим, бьем с барабаном, даем Не идем и не ждем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все по стакану, плыляй себе с утра до темно По барабану живет и процветает страна Смотрит рекламу, отъехав головою в экран По барабану, пока не отберут барабан Пока не отберут барабан Пока не отберут барабан Пока не отберут барабан АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МАШИНА ВРЕМЕНИ На нашем радио В эфире нашего радио прозвучала композиция Которая, очевидно, была посвящена Валерию Ефремову Вот, я думаю, что ему больше всех по барабану Чем здесь всем присутствующим в этой студии Долгое время группа МАШИНА ВРЕМЕНИ Ассоциировалась с понятием рок-музыки Вот, ну, у нас, во всех случаях, в стране Есть ли для вас сейчас что-то интересное В рок-музыке Из того, что сейчас звучит Из того, что сейчас есть Из того, что сейчас создается? Я до сих пор не выяснил для себя, что такое рок-музыка Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос Я предпочитаю как-то вот к музыке относиться Без приставок Рок, не рок Есть музыка и не музыка Не музыка — это те звуки, которые тебе не интересны А музыка — это вот те, которые вызывают ответную реакцию Вычеркнем слово «рок» и оставим слово «музыка» Что интересного в музыке сейчас здесь Из того, что звучит, вы видите, издается Что вы с удовольствием можете купить, например, пластинку Мне Урма 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 Турман понравилась очень Если говорить о наших командах Пятница Я с удовольствием несчастный случай слушаю Вообще все, что Кортнев делает Я жду вот БГ новую пластинку с интересом большим А вы просто как люди, умудренные опытом И во многом уже просветленные и понявшие много Можете мне объяснить вот какой феномен Дело в том, что у нас проходят программы «Воздух» Еженедельно И, ну, иногда даже бывает, там, две программы записываем Каждую неделю здесь приезжает одна или две группы Я все время задаю этот вопрос И в 99% случаев получают русских музыкантов Не-не-не, знаете, мы русскую вообще музыку не любим Вот И мне так удивительно Поскольку все они, как раз, и играют русскую музыку А сало русское едят Ну, они скорее его производят, чем едят Вот И мне просто интересно Может быть, вы мне подскажете В чем причина этого феномена? Что происходит? Почему наши музыканты не любят нашу музыку? Я бы это мог объяснить Видите, если бы дело происходило в 69-м году Вот Тогда мы ее действительно очень не любили Потому что все, что на совковой эстраде делалось Так было не похоже на Бетлов и Роллингов Что вот не хотелось это все в уши свои впускать Но сейчас-то, по-моему, время изменилось все-таки Ну да Не знаю Время чисто календарно, точно Ну да, мы тогда учились у них А сейчас, в общем, мы в какой-то степени И друг у друга учимся тоже А вот, кстати, говоря о том времени, да Когда эстрада была Не только ведь русская она была Она, то есть, советская Она же еще была интересная Польская, чешская, страны СССР Вот так Что, а почему-то хочется послушать Карла Гота И мне кажется, это даже, может быть, в этом Может быть, какой-то есть элемент стиля И почему-то еще вспомнилось такое имя Войко Митич, помните? Нет, это совсем по-другому Это организм очень захотел вспомнить себя Девятилетнего А для этого нужны всякие вспомогательные костыли В виде вот старых запахов Старых книжек, старых обоев Старых звуков В звуке это очень важно Только поэтому Вот мы поэтому и идеализируем То, что звучало там 30 лет назад Часто так мило кажется Кино там старое, советское Вообще омерзительные фильмы Но поскольку параллельно себя маленького вспоминаешь Вроде как Как-то все так сладко и здорово А я как раз думаю о том Что, допустим, оконченная пьеса для механического пианино Не омерзительный фильм Это великий фильм Это значительно позже, извините, пожалуйста Ну да, позже, но я вот Это великий фильм Нет, я имею в виду всякие вот там Слинные истории вот эти А, про неудачи на работе Как-то? Да-да-да-да И наоборот Про удачу И есть один неудачник Значительно больше Но они все равно потом перевоспитывались Прекращали пить, курить И начинали все-таки Да нет, ну в большей массе Своей социалистическое искусство безобразно Ну поверьте Не начиная от домов, картины, кончая музыки Это совершенно не относится к фильмам Миханкова Нет, были находки, были великие люди, конечно Там Тарковский, безусловно, великий человек Это было вопреки, а не Благодаря Были, конечно, замечательные какие-то явления в искусстве Но вообще, конечно, безобразие, а не искусство Я имею в виду социализм Ну сейчас все очень смешалось Помните, вот эти спортивные костюмы Вот Савковы ужасные С этими коленками Которые висели всегда А сейчас смотришь, а Пума стала это выпускать Вот Коленки у них такие все-таки не получаются Ну сумки у них уже Вообще, получается, вот вы задали вопрос по поводу того, почему наши музыканты не любят ту музыку, которая не играет Вот, видимо, поэтому Потому что когда они приезжают туда, они видят, что там коленки другие на штанах Там, скажем, гитары звучат немножко иначе В студиях работает по-другому И так далее, и так далее, и так далее А возвращаешься сюда, к своим вот этим вот, да Родным, к корням Вот, тут Как бы Мне кажется, здесь еще есть одна составляющая Ведь многие музыканты, о которых я говорю, они никуда не ездят За границу Ну тогда надо было бы съездить Они соединяются на фоне того, что все остальные играть не умеют А вот зато сейчас мы покажем рок-н-ролл Нет, там на самом деле Играть умеют и очень здорово И намного лучше, чем многие музыканты, играющие здесь, в России, себе представляют Вот, скажем, мы были в Лос-Анджелесе И вот Женька Маргулис и Андрей ходили в гости к замечательным музыкантам Они могут быстренько рассказать эту историю Кстати, девочка в свое время уехала из Советского Союза Наташа Шнейдерман Это было году в 70, если я не ошибаюсь, в четвертом Девочке уже много лет Да, но она уже взрослая дама такая Вот они играют музыку Как играют в Ламе? Там, куда, Сань, куда не зайди, там везде играют Ты же сам рассказывал, там в любом клубе Заходишь в любой клуб и везде играют такие музыканты Любой двоечник играет, как наш отличник Я думаю, что все-таки, если говорить о музыкантах, то во многом наша проблема состоит в том, что у нас музыканты, они нигде не учились ничему А сразу, значит, попадают в эфир, да, вот если брать эту проблему И они просто реально не умеют играть, не получают кайфа от того, что они делают А фонограмма уже записана там была и так далее Вот здесь, наверное, проблема крутится А там, если ты не умеешь играть, ты никуда не попадешь В косноязычности у них проблемы иногда бывают У нас еще очень важно Образованность часто принимается за умения То есть получение образования, это еще не значит, научился как бы играть Там другая школа Там люди ходят друг к другу на концерты, смотрят на пальцы Идут на мастер-классы Изучают все вблизи И, так сказать, щупают все своими руками Это очень важно Для рок-музыки, для поп-музыки Для джаза, там, блюза Приезжаешь в Нью-Йорк Идешь в любой вечер в Гринич-Виллидж И слушаешь музыкантов, которые там играют И просто, ну, разводишь руками Абсолютно неизвестные люди Это даже иногда происходит на уровне общения Мне довелось познакомиться с великими музыкантами С такими, как Джо Стриани С музыкантами группы Массив Атак И у них очень интересная аура И, мне кажется, даже если бы они не умели играть С ром, получилось бы круто Но давайте все-таки Мы сейчас слишком много посвятили времени разговорам Вернемся к ним, но после того, как происходит композиция Песенка называется «Не повод для слез» Не всем интересно, что я имею в виду Но всем интересно, с кем и куда я иду И если быть окончательно точным и сусить этот круг проблем То не всем интересно, куда Но всем интересно, с кем И как ни верти, все мы пошли от коров И в каждом стаде по сорок тысяч голов И пока одни, идущие вместе, идут целовать президента Другие, идущие вместе, валят с футболом мочить мусоров И не надо ругать пустыню за сной И рыбу за отсутствие меха Не надо лошадь кормить углем И запрягать паровоз И если все смеются до слез Это не причина для смеха И если всем приказано плакать Это не повод для слез Все то, что покажут тебе, определено Но я слыхал, что бывает другое кино И я не пойму, откуда у нас так много смешных юмористов Страна хохочет с утра до ночи А мне хоть тебе не смешно Ты можешь быть по течению и думать вообще не о чем Или бороться с течением, его раздвигая в плечах А я плыву, плыву, не за и не против А туда, куда собирался Мне может быть труднее и проще Но течение тут ни при чем И не надо ругать пустыню за сной И рыбу за отсутствие меха Не надо лошадь кормить углем И запрягать паровоз Если все смеются до слез Это не причина для смеха Если всем приказано плакать Это не повод для слез Не надо ругать пустыню за сной И рыбу за отсутствие меха Не надо лошадь кормить углем И запрягать паровоз Если все смеются до слез Это не причина для смеха Если всем приказано плакать Это даже не повод для слез Не повод для слез Не повод для слез Не повод для слез Но это не повод для слез На ранних альбомах группы «Машина времени» Из опов язык и насказательность Она понималась вот с какой точки зрения Лично я для себя покупатель пластинки Понимал, о чем вы говорите Но понимал, что вот так впрямую Вы не можете И нет смысла Говорить именно то, что хочешь сказать Потому что Какое-то проблемное время было А вот интересно, сейчас Когда вы пишете такими Иносказаниями Почему вам просто не выложить свою мысль Вот так вот на чистоту, обращаясь Ну скажем, ко мне как к слушателю напрямую Потому что тогда это получится газетная статья Вообще Поэзии свойственна иносказательность Не только потому, что нельзя говорить в открытую А потому, что это есть метод художественный Существует большое количество групп, которые Ну, большое количество Таких музыкантов, как Играющих блюз, как Том Вейтс Да, он там впрямую рассказывает какую-то историю Прямо напрямую Это я не могу сказать, что это газета Он иногда этой истории рассказывает гораздо больше Чем саму эту историю Так что это тоже иносказание Согласен И вообще, начиная с Библии Так сказать, тексты были зашифрованы всегда Я, кстати, вот этим разочарован Ужасно Потому что сколько раз Я там, совершив что-то Думал, ну вот все Теперь пойду прочитаю Библию Вот где-то на странице на 20-й Это иносказание мне выносило мозг Вот, хотя, в общем-то, я за Я за Вернемся к разговору о музыке Вы ведь по своему статусу очень влиятельная группа И вот общую картину музыкальную Но если не целиком Но, в общем-то, вам То есть у вас есть рычаги, как это можно изменить Вот, в частности, например Совсем скоро будет фестиваль Старый Новый Рок И его проводит группа Чаев Они там собирают каких-то молодых музыкантов Помогают в организации концерта Дают площадку своим именем Привлекают газетчиков Журналистов Телевизионщиков И дают возможность повыступать новым группам Вот, может ли для вас быть такой путь актуальный Или, на ваш взгляд, если уж там группа То надо заниматься собой и все Да нет, надо массой вещей заниматься Ну, хорошо, что есть Чаев, есть Шевчук Который такие вещи тоже делает регулярно, да Если что-то Вот попадается Действительно там невероятно интересно То Мы тоже прилагаем усилия К тому, чтобы это Каким-то образом нашло дорогу Хотя С каждым годом Это все сложнее и сложнее происходит Но, вот, как ни странно Вот сколько я не встречал Скажем, молодых каких-то талантливых людей Да, чем они талантливее Тем они Меньше у кого-то просят Какой-то помощи, поддержки И чем человек бездарней Тем он настойчивее требует Что просто вот его взяли за руку И отвели туда, где Где все известны Я с трудом себе представляю Что сейчас можно сделать Потому что Ситуация стала настолько монопольной Вот существует несколько телевизионных каналов И несколько популярных радиостанций Если артист не попал ни туда, ни туда Какой бы он ни был гениальный И что бы он замечательно ни писал Вот сегодня его не услышит Может быть через пару лет Разовьется опять Подпольная культура Как было там в 70-е годы Опять Магнитофонные записи И прочее Какая-то жизнь Альтернативе Вот этой Сейчас я пока не вижу Этих дорог К сожалению А я как раз думаю Что разовьется Причем довольно быстро И это даже не зависит От телевидения Я думаю Что это Скорее зависит Немного от руководства страны Я думаю Еще пару телеканалов прикроют Еще пару чего-нибудь закроют И все вернется на круги своя Тогда Будет наверное С музыкальной точки зрения Интереснее Потому что уйдут те люди Которые просто хотят быть на сцене А появятся те люди Которым хочется что-то сказать Да нет это к сожалению Сегодня завязано на больших деньгах Поэтому это все не очень просто Какой круг Ваших музыкальных знакомств С каким музыкантами вы общаетесь И если вы общаетесь То какие качества В этих музыкантах вы цените Так Ну я могу с кем же С Максом Леонидовым Я общаюсь часто С Борей Гребенщиковым Я общаюсь часто С Лешей Кортневым Я общаюсь часто С остальными наверное реже С остальными реже Да вообще свободного времени Практически нет Если мы сейчас Оставим разговор О оркестре Креольского танго Потому что там все понятно Ну вот если бы вы вдруг В воле судеб Оказались свободным гитаристом С кем бы вы поиграли? Если бы я оказался Свободным гитаристом Меня бы никто За мою гитарную игру Никуда не взял Потому что А я спрошу Куда бы вы пошли? Я бы куда пошел Вот так на ритме Чисто на ритме поиграть Ну чисто на ритме Поиграть там Не знаю Пентатонику погонять Ну мало ли Бог его знает Есть же какие-то люди Которые интересны своим Конечно же в кис Они меня там ждут Не дождутся Да Даже так затрудняюсь Сходу ответить Вот не знаю Не знаю Не думал об этом никогда Ну вот давайте на этой ноте И перейдем к музыке Непосредственно Песенка По большому счету Дебют Андрюша Державина Песенка называется Эти реки никуда не текут Эти реки никуда не текут Они забыли про море Эти реки никуда не текут Они забыли про море В них не бьется дрова Их не тревожит весло Вода застыла в них Словно стекло Мне очень жаль, мам Но эти реки никуда не текут Эти птицы никуда не летят Они забыли про небо Эти птицы никуда не летят Они забыли про небо Если же по расчету И наверняка То крылья высыхают И врастают в боках Мне очень жаль, мама Но эти птицы никуда не летят По часам Этиありがとうございます Эти птицыank Эти люди никуда не спеша Они забыли про время Эти люди никуда не спеша Они забыли про время Когда звонит последний звонок Поздно считать, что ты смог, что не смог Мне очень жаль, мам Но эти люди никуда не спеша Эти реки никуда не текут Они забыли про море Эти птицы никуда не летят Они забыли про небо Эти люди никуда не спеша Они забыли про время Мне очень жаль, мам Но эти реки никуда не текут Мне очень жаль, мам Но эти реки никуда не текут Мне очень жаль, мам Но эти реки никуда не текут Андрей, примите поздравления Вот для меня одна из самых любимых песен на альбоме У меня только была небольшая измена Я знал, что эту песню Ну, читая Написали вы И вроде вы ее исполняете Но при этом в такой манере ее исполняете Что, в общем-то, надо очень прислушиваться Что это именно вы Насколько вы как-то работали На тем, что вот как-то по-другому звучать Есть даже такое ощущение Что это какая-то Немножко обработанный Макаревич поет Нет, на самом деле, мне кажется По-другому ее спеть просто невозможно Вообще она в демо-варианте тоже такая была Бубнилка внизу А про то, что трудно узнать Так хорошо, что не наоборот А есть ощущение То есть было ощущение Когда показывалась песня И исполнялось Что сейчас могут не принять, например Честно говоря Очень переживал по поводу текста Потому что Когда Андрей взял 50 текст Ну, всякое бывает в жизни Если бы произошел вот этот тот самый случай Когда у самолета отказывает двигатель, допустим Да Ужасно переживал Но когда Андрей принес текст Вот та самая Тот самый случай Когда в десятку просто Нечего добавить А если бы нет То прокручивалось в голове Что ты будешь говорить Ну, Андрей Вадимович Ну, поправить Нет История не терпится Слагательного наклонения Что вышло, то вышло Хорошо сказал Да Вообще Быть клавишником В группе «Машина времени» Какое взаимодействие есть Это, во-первых Во-вторых Группа во многом гитарная Какое у них вообще отношение К клавишникам Потому что какое-то время У меня было ощущение Что, в общем-то По барабану Особенно Ну, и ладно Я не буду приходить на личности То есть был у вас клавишник Который не мог простить Две-три вообще Ну, не знаю В общем, половину всего того Что он Звуков, какими он играл Вот Какое отношение к клавишам В этой группе? Отношение к клавишам В этой группе ужасное И я рад, что сегодня Пользуясь микрофоном Два-радио Я могу об этом сообщить Широкой аудитории Но Поскольку я моложе Ко мне относятся Как практически К младшему брату В общем Не могу сказать Что сильно обижают А если серьезно То Замечательная группа И, в общем Мне кажется Мне кажется Что Это большое счастье Что мне довелось Играть с этими ребятами Как-то довелось Ну, как минимум Сейчас довелось Может быть Доведется и впредь Посмотрим Давайте доживем До конца эфира Все-таки Мало ли На какие откровения Мы сейчас выйдем Музыканты в группе Ну, всегда Что-то держат вместе И это Вот что-то Что держат вместе Оно претерпевает Со временем Изменения какие-то Вот есть ли разница Между тем Что вас объединяло Там, не знаю 30 лет назад От того Что вас объединяет сейчас Это кому вопрос А это вопрос В принципе Любому из вас Вот Андрею Вадимовичу Например Евгений Вы также можете ответить Вот уж Вы должны это То есть Вы же Уходили из группы Возвращались Вы, наверное Это точно Должны чувствовать Это как старая жена Знаешь Бросить жалко Но практически Невозможно В общем У меня нет ощущения Что у меня как-то Изменилось отношение Не отношение Вот то, что связывает Кликси То, что связывает Да нет Сначала может быть Катизатор Нравится совместное Извлечение звуков Вот из этих Вот старых гитар Мир меняется вокруг А жизнь Наша внутренняя Не слишком сильно На самом деле У нас неплохо Получается И как бы Что-то у нас Такой самодовольный Эфир получается Да Что-то мы сидим Сейчас хвалим Как эти Как свиньи Последние Ничего страшного Первые Ты помнишь Что последние полгода Наши журналисты Очень сильно ругали Это больше полоса Мы сейчас должны Как бы показать Что мы А кстати А что ругали Я вот видимо Пропустил несколько Статей Потому что Как правило Я читаю Но вот я вот что-то такое Вот ругательного Такого не припомню Чтобы прям По-настоящему Так Да не хочется Самозабвенно Чтобы Не хочется копаться Прошло и прошло Кто-то что-то сказал Кто-то что-то написал Ну и бог с ними Вот Тут вот Что самое главное С моей точки зрения Практически У каждого из нас На стороне Есть какие-то Проекты Да Свои Но вот мне так кажется Что Все-таки Самое лучшее Что у нас получается Это все-таки То что мы делаем вместе А это говорит о том Что вряд ли Многое За 30 лет Изменилось Я имею ввиду Внутри нашей группы И внутри нас сами Ну вот За там В чем за Первые 5 лет Он не считается И я не считаю Потому что 5 лет Первое То есть вот Я понимаю Что группе 35 лет Это вот И я многое знаю Вот Но Первые 5 лет Мне кажется Люди играют В большей степени Для своего Совсем уже удовольствия Не очень осознавая Что с ним будет дальше Вот кстати Вот 35 лет назад Вы могли себе представить Что ставите Не Андрея Макаревича Андрея Вадимовича Макаревичем Из группы Машина Времени И что еще Будет сложно К вам подойти И получить интервью От вас Об этом совершенно Не хотелось думать Во-первых Потому что Человек Старше 30 Казался безнадежно старым А во-вторых Потому что Это все В таком далеком Тумане Где-то находилось Что Ну и чего тут Мечтать-то В-третьих Никаких иллюзий Не питалось Поскольку Советская власть Казалась вечной И Вот никаких Перемен в жизни Ну не пахло А что лучшее могло Что с вами случиться Лучше Вот тогда Дали бы нам Спокойно По нашим клубикам Подвальчикам Доиграть до старости Никого бы не посадили Не выслали И так далее Вы Вообще Никаких Целей Если не ставили А если ставили То вы Вот Когда вы ставите цель Вы борец Вы будете ее Выколопывать Или есть Есть Нет Нет Конечно Мы ставим Постоянно цель Была поставлена цель Сделать новый альбом А вот мы его сделали И он получился Вот такой Как мы хотели Что добавить не часто Хорошо Давайте Тогда перейдем К музыке Послушаем те песни Которые получились Такими Как вы хотели Я пришел к тебе с приветом Рассказать, что солнце встало Что оно горячим светом Жарит, как печь На вопросы нет ответа Можешь думать, что попало Но меня прибил сушня И негде прилечь Мы с Серегой С самураем Третий год Как мир спасаем Сна себя лишая От темна до темна Я пробился сквозь кордоны Я убил и съел дракона И по случаю такому Даже выпил вина Сакура Катана Саки Сакура Катана Саки Сакура Катана Саки Сакура Катана Саки Утро красит нежным светом Впрочем, стоит ли об этом Я спешу к тебе с приветом Пивом, звеньем Выпьем, бедная подружка Где моя большая кружка Что же ты, моя старушка Снова пьешь без меня Сакура Катана Саки Сакура Катана Саки Сакуракатана Саке Сакуракатана 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 А я что-то в это время Что-то читал японское Да нет, я тебе все расскажу Хагагуры перечитал А потом у меня оказался меч Вот меч Меч самурайский, да О котором я давно мечтал И я естественно стал Всякую лопатить литературу Связанную с этими мечами Но надо сказать, что это был третий по счету Четвертый Вариант текста И не просто там какие-то детали А принципиально другой Предыдущие были Несчадно забракованы И в общем за дело У меня было два текста Один я подарил Андрюшке держать Про второй забыл Потом был Андрюшкин, Макаревич текст Забракованный А это у нас получилось очень смешно То есть у него получилось Я ему говорю, что текст должен быть простой Как швабра Я пришел к тебе с приветом И все И вот с этого и началось Но вот этот литмотив Он, я не знаю Он как раз очень похож на то, что Лично в моем восприятии связано С японской культурой Очень емко Очень четко Вот Андрей Вадимович А вы ходите в японские рестораны? Ну как все нормальные люди А вот Что вы думаете О чем вы думаете Когда вот Ну знаете В японских ресторанах Там вот висят вот эти вот иероглифы Да А вот есть какие-то Какой-то поток мыслей Связанное с этим Потому что я вот все время В них впяливаюсь И у меня вот прям Такого в голове начинает Вымешиваться от этого Ну да, да У меня был хороший случай Приехала моя дачка старшая Она Она в общем знает японский И Она Походила Походила По комнате У меня много барабанов Всяких Этнических И стоит японский барабан Она смотрела И говорит Не помню Что же меня так ломает? Потом подошла к барабану И перевернула его На 180 градусов Потому что надпись на нем Была вверх ногами А мы белые люди Могли жить еще тысячи лет И обращать на это внимание Я честно говоря Никогда вообще не понимаю Ну то есть и нет У меня возможности понять Но я понимаю Что это так уверенно написано Так графично Что слово Носит не только смысл слова Это совершенно Для нас Мне кажется Нам легче Постичь марсианскую культуру Чем вот восточную Это надо родиться И иметь их гены Их традиции И их родителей И все прочее Я поэтому с большим опасением Читаю японскую литературу В переводе Потому что у меня ощущение Что мы читаем переводчика А не писателя А у меня такая мысль Что мы как дикари Иногда Ну вот не можешь понять Значит попробуй съесть Может быть Ну как-то вот вроде Напихал себя Суши и роллами И вроде как почти понял Что произошло Как-то внутренне Но Но все равно въехать В то что человек Пишет это слово Например 10 тысяч раз Перед тем Как исполнит Ну я ни одно слово Вот никакое Самое примитивное Заборное слово Не написал 10 тысяч раз Чтобы достичь Идеального его начертания Нет Это вызывает восхищение Но к пониманию Мы не приблизимся Все равно Давайте от Японии Вернемся к машине времени Как проходят ваши концерты Ну вот не такие Которые с размахом Вот на Красной площади Где понятно Экраны Декорации Все Ясно А вот совсем недавно У вас была презентация Альбома Да Вот такие вот концерты Или допустим Выездные Нужны ли вам Там декорации Шоу Что нужно для машины времени Это зависит от размера Так сказать Если это клубик То наверное нет Если это зал Или дворец спорта То да У нас есть задники Которые мы делаем К каждой программе К каждому альбому Сейчас вот будет новый И он выполняет Функцию декорации Есть художник по свету Который с нами ездит И заранее в райдере Мы стараемся указать В общем Тот минимум Который нам нужен По свету И тот минимум Который нам нужен По звуку И райдер Довольно строгий В общем А что происходит Если организаторы Не могут Пишут Всем окей Вы приезжаете А по райдеру Что-то как-то Не получается Они уже Как правило Знают нашего директора Поэтому они стараются Так не делать Загрызет У нас было пару случаев Когда мы разворачивались И уезжали Интересно В этом случае Есть какая-то дилемма Ну как же там Пусть они не родивые организаторы Но они продали билетом Вполне себе Родивым слушателям Понятно И потом окажутся Виноваты музыканты Которые погано звучали А люди заплатили деньги Мы не можем За те деньги Которые люди заплатили Плохо выглядеть Или плохо звучать Не имеем права С этого позволить Пусть поганые Организаторы Вернут людям деньги Еще и заплатят Неустойку И горят в аду Но надо сказать Что в последнее время Организаторы На самом деле Нет Все как бы так Выравнивается Выравнивается постепенно Ну слава богу Потому что было там Лет 10 назад Таких вещей уже Не происходит Ну 10 лет назад Как раз именно С этим организатором Был связан Вот этот вот Вой На тему Потому что мы играем Под фонограмму Потому что все равно Там никто не может Поставить нормальный звук Если это выравнивается Слава богу Значит это отмаза Тоже больше не работает Хорошее вообще объяснение Но не играет Это под фонограмму Потому что застывает Это потрясающе Саша Ну Да Воздух Повтор программы Машина времени На нашем радио Вы слушаете программу Воздух Сегодня у нас в гостях Группа Машина времени Мы слушаем композиции С альбома С нового альбома Группы Которая называется Машинально Да Песенка будет называться Прости Сегодня за вчера Рук Песенка С сексуально-эротическим Подтекстом Автор музыки И текста Заметьте Евгений Маргулис Ну с кем не бывает Поехали Прости Сегодня за вчера Я плохой солдат Я громче всех кричал Ура Но повернул назад Я потерял ружьё и флаг Такие скверные дела Вокруг меня ликует враг А я в чём мама родила Прости меня, моя любовь Прости сегодня за вчера Прости сегодня за вчера Вчера попал я в плен Меня пытали до утра И я пропал совсем Я шёл к дну, но нету дна Я потерял остатки сна И камнем на душе вина Ты горько плачешь у окна Прости меня, моя любовь Прости сегодня за вчера Ау Я завтра разорю врагов Верну гаши пыл Прости меня, моя любовь К тебе сутки плыл И я скажу тебе привет Ты улыбнешься, нам пора И как всегда, любви волна качать нас будет до утра Прости меня, моя любовь Прости сегодня за вчера Прости меня, моя любовь Прости сегодня за вчера Прости меня, моя любовь Прости сегодня за вчера Машина времени на нашем радио Евгений, а не жалко было бросать эту песню в топку машины времени? Потому что это такой номер, который легко бы вошел в вашу сольную пластинку А он и вошел как бы А, то есть эта песня будет издана и там и там Ощущение от этой композиции, давайте говорить о чем-то светлом Андрей Владимирович, что может вызвать у вас состояние радости Такого, знаете, радостного возбуждения Даже не улыбки, а вот когда Вот входишь в какое-то такое радостное, замечательное состояние Когда тебя прет прям Когда собрались друзья, которых давно не видел У тебя в гостях Сели за стол, открыли бутылки Ты зажарил какую-нибудь баранью ногу И сейчас будет прекрасный вечер, переходящий в прекрасную ночь Замечательное, теплое, душевное общение Масса историй И вот всякое такое А друзья или там должны быть и друзья, и девицы, например? Девицы? Ну, сейчас как-то в последнее время жены уже все больше Ну, это понятно Сказал он печально Или, скажем, когда отыграл концерт Хорошо И огромное количество адреналина присутствует внутри И вроде перед концертом был и сопрях И болел чего-то И тут такой бодрый, веселый Еще можешь пробежать пять километров И горы своротить Александр, а вот в таких застольях вы участвуете или нет? Вот если они случаются Конечно Вот расскажите, пожалуйста Вот Андрей В состоянии вот такого возбуждения Какой он? Как он принимает гостей? Появляются ли у него какие-то такие черты Которые вот нам Которые смотрят с другой стороны экрана Не видны Не видны Да нет, он такой же милый, как и в жизни Нет, перезастать очень сложно Потому что он пять километров бегает Все время перед глазами обрекает То туда, то сюда Потом это достаточно просто себе представить У мангала с гитарой вот с этой же, которую вы сейчас увидите Расшутились, расшутились Остроумная, блин Да, песня играет? Нет, давайте разговоры дальше договорим У нас То есть у меня есть несколько вопросов Знаете, вот на курсах дайверов Я просто про радость На курсах дайверов мне рассказали о том, что пребывание На большой глубине вызывает чувство радости и эйфории Вот И в зависимости от глубины От того, как долго ты находишься Так ли это, по вашим ощущениям? Не строить себе иллюзий Потому что это говорит Это так называемое азотное опьянение Это говорит о том, что азот начинает растворяться в крови И это чревато кислородной болезнью Поэтому, если будете всплывать неправильно В лучшем случае вас не отложка увезет Если она там присутствует А если будете всплывать правильно То в процессе медленного всплытия Вся эта эйфория у вас пройдет Мне просто интересно Человек, который так же Ну, не так, конечно, как вы Но все-таки тоже где-то там что-то плавает Что вы чувствуете Вот на глубине находясь И если вам это радостное состояние знакомо Что вы начинаете делать? Нет, я до азотного опьянения себя не довожу Совершенно это не нужно Я кайф получаю вообще от плавания под водой Потому что летаешь просто над очень красивыми местами Невероятно От этих спортивных вещей, как там, не знаю, нырнуть на 70 метров Меня никогда это не интересовало Вот эти рекорды, непонятно для кого и для чего Давайте теперь тогда Играть Играть Можно уже успокоиться За поворотом мой дом Старая улица Грустная и грустная сказка Со счастливым концом Вновь ветерок над моей головой Гонит листья Гонит листья По наклонной А я живой Возвращай домой К малым родной Здесь ничего не кончается Сколько раз не засчитать Я уходил, чтоб вернуться и не возвращаться И рождался опять Праздники и поражения Те, что застыли в годах Жизнь и круженье Все это лишь отражения В бодрячих прудах Вновь ветерок над моей головой Гонит листья По наклонной Вновь я живой Возвращаюсь домой К малой бронхой К малой бронхой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой ветерок Над моей головой Гонит листья По наклонной Вновь я живой Возвращаюсь домой К малой бронхой Малой бронхой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повтор программы Машина времени На нашем радио Я понял, что меня удивляет Вот в этом сегодняшнем концерте У вас альбом только что вышел Все песни так выиграны Что как будто вы репетируете с утра до ночи Вы часто репетируете? Ну, во-первых, мы репетировали Во-вторых, Запись альбома Это сама по себе уже Мы перед записью альбома Обычно репетируем Для того, чтобы Максимально живо Это сыграть На пластинке Не чтобы по отдельности Под метроном Там записывать Сначала барабаны Потом это А чтобы второе В четвером Сразу болванку сыграть вместе Потом в ней можно Что-то подправить уже По мелочи Но вот общий драйв Он только таким образом делается А вообще сейчас Как вы сейчас Хотели сказать? Да, потом после альбома Когда уже все записано И там Понятно Что вошло Что не вошло Из того, что сыграно В песню я имею ввиду Потому что некоторые треки Не вычеркиваются Вычеркиваются Да, вычеркиваются В процессе Мы собираемся Опять в подвальчике И все это В течение недели Приводим в более или менее Такое вот Приличное состояние То есть вы собираетесь На репетиции После выхода альбома На неделю И в общем-то все Ну пока не будет ясно Что хватит А потом Если часто идут концерты То в общем Находишься в форме А потом перед концертом Прогоняешь Как-то смотришь Во время настроечных Репетиций Во время репетиции Происходит ли Какое-то взаимодействие Позитивное Негативное Кто на что обижается Кто опаздывает Кто разгильдяй Никто не опаздывает Это как-то у нас Слава Богу Вот на репетиции Всегда приезжают вовремя Единственное Могут Я всегда вот Противник категорически Одной вещи Я считаю, что Если песня записана Вот она уже вышла На пластинке Вот ее надо играть так Потому что Есть такие группы Музыканты Которые могут Всю жизнь Три своих песни Переделывать По 20 раз Мне это кажется Неправильным Вот с того момента Как она вышла Она уже не твоя Ты ее должен исполнять Просто Потому что Человек услышал На пластинке И он хочет Чтобы на концерте Она звучала Похоже Поэтому я всегда Настаиваю на том Что вот как записали Вот так и будем играть Иногда какие-то Хорошие мысли Приходят Уже после записи Такое бывает Вот само Общение На репетициях Оно происходит В какой Тональности То есть Вот Я имею ввиду Конечно Немузыкальной Тональности Мне просто интересно Как этот процесс Говорим ли мы На репетиции Матными словами Друг на друга Вот это Нет Это я уверяю Просто Матные слова Тоже можно В очень вральной Тональности Нет Нет Мы этими самыми словами Но с большой любовью Хорошие в такой Тональности Нет У нас репетиции Это оркестр Садком Мне кажется В такой тональности Репетирует Репетиции Как правило Проходят в таком В позитивном настроении Так что Иначе бы не получались Бы песенки Хорошо Ну представляете Пришли подрались Понимаешь А потом вроде как Сели музыку Ну помните Был такой момент В судьбе Роллинг Стоунс Когда они буквально Там дважды Их разнимали Они били друг другу Морды Джаггер Я имею ввиду И Кейт Ричард Расходились Давали ужасное интервью Друг про друга А потом сошлись И так Мы на репетицию Мы на репетицию Приходим трезвыми Ага Вот он рецепт Хотя не для всех Вот какая штука Для слушателей Во время этой программы У нас не было возможности Общаться с вами Потому что Вы сейчас слушали программу Ту которая Была записана За восемь дней До того Как вы ее слышите И поэтому Я хочу принести Извинения Вам За то Что вы не смогли Позвонить Почему я это Собственно говорю Потому что Когда вы Будете слушать Эту программу Андрей Вадимович Уже отметит Судя рождения А мы ее записываем Еще до этого момента И поэтому Мне бы хотелось Вот о чем поговорить А как праздновать будете Празднуете ли вы И Какие подарки Вам нравится получать Соберемся узким кругом Выпьем водки А что касается подарков Подарок как факт приятен Глупо заказывать Все какие-то подарки Подари мне то-то Не заказывай глупо Получать Здорово Вот Приятно когда ты видишь Что человек Там неформально Забежал В Нью-Йор-Маг Так Что-то придумал Бывает забавно А что музыканты вам дарят Есть ли какие-то подарки На день рождения Которые Вот вы сейчас Можете вспомнить Которые получили От музыкантов Группы Машина Времени Или в Нью-Йор-Маг Забегают В Нью-Йор-Маг У нас забегают Только Андрюша держали Совершенно по другому поводу Не раскрывай всех А остальные Прям не ходят В Нью-Йор-Маг Слушай Это мне задал ужасный вопрос Потому что В прошлом году Было 50 лет И там было Такое большое количество Подарков Что я сейчас Вот хрен Чего-то выделю Выделишь Выделишь Есть ужасная фотография Где я на утро В тяжелейшем Раздумье Сижу на горе Коробок Значит По поясу Этой рваной бумаги Цветной Такой Свежий кавалер Это называется Само ангельские крылья Были отличные Ну ты вспомни Что мы тебе вынесли На сцену Ай Ё-моё Конечно Само празднование Стерло Эти воспоминания Они мне подарили Они мне подарили Совершенно чумовую гитару Сделанную на заказ У очень хорошего Мастера Что за мастер? В форме Акулы Ну это дайверский Рок-н-ролл Вот такая гитара Она фантастическая Она еще и звучит Ко всему прочему Замечательно Ведь если я не ошибаюсь У вас есть татуировка С изображением Акулы Есть А почему акула? А потому что Это одно из самых красивых Существ Самых стремных Мне кажется Нет Самых красивых Ничего там нет стремного Хорошо Вот на этой Акуле и патриотической Днерожденческой ноте Мы заканчиваем Наше выступление В конце Мне хочется поблагодарить Вас за то Что Вы Здесь замечательно И концерт И беседу И были открыты И это было очень приятно Хочется благодарить Каждого в отдельности За это Хочется благодарить Вашего звукорежиссера Хочется благодарить И нашего звукорежиссера Сергея Чика Хочется благодарить Администратора программы И сегодня По совместительству Оператора программы Оксану Чудненко И хочется традиционно Благодарить Мне свою маму Без которой Я этого всего Не увидел бы И не услышал Ну и что Песенка под завязку Она как раз под завязку Она называется То что люди поют По дороге домой Песенка под завязку Песенка под завязку По дороге Песенка под завязку Песенка под завязку Песенка под завязку Песенка под завязку Мои моторы тарахтит Песенка под завязку Субтитры сделал DimaTorzok Если вдруг когда-нибудь ты решишь тот мой окончен путь Не спеши, ведь мы еще не спели с тобой Не доверяйся, что люди поют по дороге домой Если вдруг когда-нибудь ты решишь тот мой окончен путь Не спеши, ведь мы еще не спели с тобой Не доверяйся, что люди поют по дороге домой Я пою, что люди поют по дороге домой Я пою, что люди поют по дороге домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok